Пожаловалась, что один брамин, священник, ударил ему. По голове палкой у него текла кровь из головы. И Рамачандра послал посланца, чтобы привести брамин. Брамин пришел к царю. Брамачандра спросил, ты так поступаешь? Брамин сказал, конечно. Тогда Рамачандра объяснил всему народу, что этот брамин, а я к шатрия, солдат. Мой долг защищать брамина. В этом случае я не способен принимать решения. Почему? Потому что к шатрии и к доку служат браминам, а не наказывать. Поэтому я даю силу собаке, что если она исперет какое-либо наказание для этого брамина, то я выполню. Посмотрите, на каждом шагу он показывает идеал моралью. Брамин, как к шатрии, он не может наказывать священника брамину. Он как слуга, как солдат должен служить ему. Защищать его. Вот почему. Рамачандра попросил пса. Какое ты хочешь наложить наказание на него? И собака сказал, Махарадж. Я хочу, чтобы он стал Ачарией в храме, учителем в храме. Там был храм. Пожалуйста, назначьте его Ачарией этого храма. Рамачандра совсем был сбит с толку. Разве это наказание? Собака сказала, да, это наказание. Почему? А почему? А почему? Бандит расскажет вам. Давай. Ничего ты ничего. Потому что в прошлой жизни эта собака сама была смотрителем храма. Ачарией. Да. И наконец-то я понимаю, что в Малавренте не абсолютно повторялся. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Просто в Малавренте не получилось. Азиабхова. Не знаю. Он говорит. Те, что я использовал раньше, что это было само Ачарией этого храма. И собака объяснила, раньше я была сама Ачарией этого храма. Но положение Ачари очень опасное. Потому что люди всегда оскорбляют отчаянию. Они всегда смотрят в соответствии со своими взглядами на отчаянию. То есть, что бы преданные не говорили, это влияет. Многие преданные, они имели материальное желание. Или они уникали на каких-то заболеваниях.